Отбыли одного солдата в побывку на родину. Вот он шел, шел, долго ли, коротко ли, и стал к своему селу приближаться. Недалеко от села жил мельник на мельнице. В былое время солдат водил с ним большое знакомство. Отчего не зайти к приятелю? Зашел. Мельник встретил его ласково, венца принес. Стали распивать, да про свое житье-бытье толковать. Дело было к вечеру, а как погостил солдат у мельника, так и вовсе шмерклось. Собирается солдат идти в село, а хозяин говорит. Служивый, ночуй у меня, теперь уж поздно. Да, пожалуй, и беды не уйдешь. И что так? Бог наказал. Помер у нас страшный колдун. По ночам встает из могилы, бродит по селу, и тот творит, что на самых смелых страх нагнал. Как бы он и тебя не потревожил. Ничего. Солдат казенный человек. А казенная ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Пойду. Больно хочется с родными поскорей увидаться. Отправился. Дорога шла мимо кладбища. Видит на одной могилке огонек светит. Что такое? Да и посмотрю. Подходит. А возле огня колдун сидит, да сапоги точает. Здорово, брат. Крикнул ему служивый. Колдун взглянул и спрашивает. Ты сюда зачем? Да хотелось посмотреть, что ты делаешь. Колдун бросил свою работу и зовет солдата на свадьбу. Пойдем, брат, погуляем. Вселенную нча свадьба. Пойдем. Пришли на свадьбу и начали их поить, угощать всячески. Колдун пил, пил, гулял, гулял и осердился. Прогнал из избы всех гостей и семейных. Усыпил повенчанных. Вынул два пузырька. Ранил шильцем руки жениха и невесты и набрал их крови. Сделал это и говорит солдату. Теперь пойдем отсюда. Вот и пошли. На дороге солдат спрашивает. Скажи, для чего ты набрал пузырьки крови? Для того, чтобы жених с невестой померли. Завтра никто их не доводится. Только один я знаю, как их оживить. А как? Надо разрезать у жениха и невесты пяты и в тираны влить опять кровь. Каждому свое. В правом кармане спрятана у меня кровь жениха, а в левом невестина. Солдат выслушал, слово не проронил. А колдун все хвалится. Я что захочу, то и сделаю. А будто с тобой и сладить нельзя. А как нельзя? Вот если б кто набрал костер осиновых дров в астов в азов, да сжег меня на этом костре, так, может быть, и сладил бы со мною. Только жечь меня надо, умеючи. В то время полезут из моей утробы змеи, черви и разные гады. Полетят галки, сороки и вороны. Их надо ловить да в костер бросать. Если хоть один червяк уйдет, тогда ничем поможет. В том червяке я ускользну. Солдат выслушал и запомнил. Говорили, говорили, и дошли, наконец, до могилы. Но, брат, теперь я тебя разорву. А тут все расскажешь. Что ты, образумся? Как меня рвать? Я богу и государю служу. Колдун заскрепел зубами, завыл и бросился на солдата. А тот выхватил саблю и стал наотмаш бить. Дрались, дрались. Солдат почти из сил вывелся. Эх, думает, ни за грош пропал. Вдруг запели петухи. Колдун упал без дыханин. Солдат вынул из его кармана пузырьки с кровью и пошел к своим родичам. Приходит. Поздоровался. Родные спрашивают. Не видал ли ты, служивый, какой тревоги? Нет, не видал. То-то. У нас на селе горе. Колдун ходить повадился. Поговорили и легли спать. Наутро проснулся солдат и начал спрашивать. Говорят, у вас свадьба где-то справляется? Родные в ответ. Была свадьба у одного богатого мужика. Только и жених, и невеста нынешней ночью померли. А отчего неизвестно. А где живет этот мужик? Указали ему дом. Он, не говоря ни слова, пошел туда. Приходит и застает все семейство в слезах. О чем горюете? Так и так, служивый. Я могу оживить ваших молодых. Что дадите? Да хоть половину и менее бери. Солдат сделал так, как научил его колдун. И оживил молодых. Вместо плача начались радость, веселье. Солдата и угостили, и наградили. Он налево кругом марш к старости. Наказал ему собрать крестьян и приготовить сто вазов осиновых дров. Вот привезли дрова на кладбище, свалили в кучу, вытащили колдуна из могилы, положили на костер и зажгли. А кругом народ обступил, все с метлами, лопатами, кочергами. Костер облился пламенем, начал и колдун гореть. Утроба его лопнула, и полезли оттуда змеи, черви и разные гады. Полетели оттуда во вороны, сороки и галки. Мужики бьют их, то в огонь бросают. Ни одному червяку не дали ускользнуть. Так колдун и сгорел. Солдат тотчас собрал его, и пепел развеял по ветру. С того времени стала на селе тишина. Крестьяне отблагодарили солдата всем миром. Он побыл на родине, нагулялся досыта и вразился на царскую службу с денежками. Отслужил свой срок, вышел в отставку и стал жить поживать, добра наживать, худо избывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!